Привет всем, кто зашёл ко мне на канал о жизни во Франции. Сегодня мы снова с вами будем общаться в формате «Я комментирую ваши комменты». Настал час, назрел. Это будет, как всегда, взгляд из Европы, микс украинской темы и темы европейской ценности современного общества. Я некоторые моменты получше проистолкую, расставлю точки над «и», чтобы не было непонимания, и поделюсь некоторыми своими мыслями, которые я считаю важными. Такая моя философия жизни, которая сформировалась тоже, в том числе и благодаря тому, что мне довелось пожить долгое время в Европе. Начнём с темы более простой европейских ценностей, потому что украинская тема, она всегда более сложная, более тонкая. Первый коммент, который я взяла из-под видео про ЛГБТ-парад. Видимо, французы не могут позволить себе детей, либо детные семьи не в состоянии сделать ремонт квартиры, поэтому не рассматриваются как потребители. Да, вы помните, я там ещё показала, что в каталоге из магазина «Ванны кухни» из всех семейных проектов рассматриваются 16 семей, из которых только 3 классическая семья с детьми. А все остальные либо одинокие, либо пары бездетные, либо пары мужчина-мужчина, где вообще в принципе детей быть не может. Ну и тут вообще пошли комменты на тему, а как французы вообще размножаются, что общество полный изврат, семья вообще не поддерживается, а только дискредитируется. В общем, тут справедливости ради надо всё-таки полную картину дать. Во Франции семья поддерживается, поддерживается очень сильно. Есть государственный организм, такой КАФ называется, это касса семейной помощи, и от государства предусмотрен целый комплекс разных мероприятий по поддержке семьи. Там и детское пособие, там и всякие единовременные выплаты за рождение ребёнка, и отпуск по уходу за ребёнком, причём который предоставляется и мужчинам, и женщинам. То есть это есть. Оно не особо шикарно. Детское пособие на первого ребёнка, оно вообще тьфу, плёвое, совершенно незаметно, всё равно что ничего. Начиная со второго ребёнка уже хоть как-то заметно. Но опять же, за двух детей во Франции эта сумма меньше, чем за одного ребёнка в Германии. И то, что касается единовременного пособия по рождению ребёнка, это совершенно несравнимо, например, с родительским капиталом, который в России выплачиваются. Там, где реальная сумма какая-то чувствительная, на которую ты можешь себе какой-то крупный проект позволить. Но что тут очень классно во Франции, и это вообще абсолютно гениально, это система с нянями. Во Франции у многих детей есть няни. И это не значит, что все такие богатые могут себе в частном порядке няню позволить. Но вот эти вот няни, которые были бы наняты в частном порядке, они просто официально зарегистрированы и на государственном уровне существуют как профессия. Я няне плачу фактически её зарплату, но я её официально декларирую как нанятого сотрудника у меня дома. И государство, то есть вот эта фамильная касса, она мне возвращает деньги. Не полностью, но так, что цена за няню становится совершенно съедобной, такой абсолютно приемлемой. То есть и мне хорошо, и няне хорошо. Совершенно чудесная система. Я бы её внедрила в Россию тоже, если бы моя воля. То есть это всё есть. Поддержка семьи есть. Но параллельно с этим есть и мероприятия, тоже целенаправленные, по поддержке меньшинств, которые по сути разбивают основы семьи. Медленно, но верно. Эти два процесса сосуществуют параллельно. То есть идёт и поддержка семьи, и поддержка меньшинств. Но одно влияет на другое. То есть семей становится всё меньше и меньше, и таким образом всё меньше и меньше денег вкладывается в семьи. И в итоге мы имеем то, что имеем. И в общем и в целом я вот к этому процессу отношусь негативно. Вы мне можете сказать, что ты вообще определись, что ты нам мозги пудришь. В прошлом видео ты так напугала, что вот как всё ужасно. И такие огромные толпы ЛГБТшников. И как семья дискредитируется. Сегодня ты нам рассказываешь о том, как всё прекрасно. И пособия и няни, и всё так чудесно. И в конечном итоге тоже всё равно как-то всё в негатив. Но куда деваться? Вот именно так всё и есть. Именно так. Мы все через эти три этапы проходим. Когда приезжаем в Европу. На первом этапе мы видим что-то такое, которое очень сильно отличается от того, как в нашей стране. Нас это шокирует. Мы делаем какие-то скоропостижные выводы. Потом жизнь продолжается. Ты видишь, что не всё так плохо. И на самом деле есть обратная сторона. И даже то, что представлялось, оно не так страшно. И ты постепенно вживаешься в эти новые ценности. То есть как бы этап принятия и этап одобрения. И на третьем этапе уже, когда ты долго пожил, сумел взвесить и за, и против. Ты в конечном итоге уже с более такой осмысленной перспективой делаешь для себя вывод и резюме. А в целом, в общем и в целом, считаю ли я, что это хорошо, или что это плохо, и к чему мы идём. Вот именно так. А те люди, которые сюда приезжают в качестве туристов, они на первом этапе застревают. Вот они увидят что-то шоковое. Они ах-ох. И делают сразу вот эти скорые выводы. Не углубляясь реально в проблему. И не видя полной картины. То есть этот взгляд туриста, это как фотография. Вот ты наделал фотографии. А мой взгляд, человека, который здесь прожил 20 лет, это как фильм. Который состоит из многих кадров, которые движутся, которые дают более полную картину. Причём, когда я говорю, что все мы проходим через эти три этапа, тоже не все. Некоторые люди застревают на первом этапе и могут десятилетиями так жить. Вот они раз и навсегда создали свою точку зрения и всё, законсервировались, как в консервной банке. Они не способны ни рассмотреть какие-то альтернативные мнения, ни взвесить ещё какие-то дополнительные аргументы. Ну, как мы говорим, упоротые. Да, упоротые люди есть во всех сферах жизни. Не только в политике, но и по самым разным любым вопросам. Могут быть упоротые люди, которых не сдвинешь с мёртвой точки. Но я надеюсь, что мы с вами не такие. Я вам сегодня более полную картину нарисовала. Да, а то, что касается второй части вопроса, что семьи с детьми не воспринимаются как потребители, да, в этом есть много сути. Если задуматься, то бездетная семья, им тоже надо на что-то тратить свои зарплаты. Ну и дальше разные типажи бывают. Бывают прожигатели жизни, бывают те, кто ориентируется на какую-то культурно-развлекательную жизнь. А есть очень большая, конечно, прослойка людей, для которых в первую очередь комфорт в своей повседневной жизни. И они реально вкладываются в квартиру, в ремонт, обустроить свой быт таким, как они его себе в идеале представляют, ни в чём себе не отказывая. Далее следующий коммент, он тоже взаимосвязан с этой темой. Я рада, что у них так. Чем больше таких, тем лучше. Естественный отбор. Я предполагаю, что Европа будущего это мусульманская Европа. Я тоже так предполагаю, что мусульманская Европа это неизбежно. Видя тенденцию, видя тенденцию на протяжении 20 лет. Я помню, что я ещё в 2004 году, когда я собиралась переезжать во Францию, была удивлена узнать, что уже тогда доминирующая религия во Франции была ислам. И это было уже тогда не нечто новое, феномен, а давно существующий. Несмотря на то, что я в Германии тогда уже долго жила и видела повсеместно турецких девочек в платках, которые так и в школу ходят, я не могла себе представить, что во Франции тоже такое возможно. Но оказалось, во Франции эта проблематика ещё сильнее, ещё более актуальна, чем в Германии. И мусульманство, конечно, очень быстро распространяется и завоёвывает территорию. Во-первых, они более семейные люди. Я очень со многими мусульманами общалась. И с выходцами из бывшего СССР, и с североафриканцами, алширцами, тунисцами, марокканцами. Я прекрасно себе представляю эту публику. Там много детей, там очень сильные семейные ценности. И, что очень важно, эти ценности передаются. Эти ценности гораздо более передаются, чем у европейцев. У европейцев гораздо больший акцент на свободу. Что ты дальше выбираешь, кто ты, что ты. А у мусульман их традиционные ценности, ну это нечто святое для них. И детям они передаются именно. Теперь следующий коммент будет на тему Украины. Сменим пластинку. Коммент такой. Например, почему я изначально настроен недоброжелательно к украинцам. Потому что, ну я даже дальше зачитывать не буду, там может быть тысяча причин. Мы на эту тему уже говорили, что, конечно, есть причины. Но я в очередной раз настаиваю на том, что вот эта точка зрения, она, ну она тупиковая. Она нас ни к чему не приведет. Мы каждый создали себе врага. У русских враги украинцы, у украинцев враги русскими. И все. Вот это, опять же, та же упоротая точка зрения, такая узколобая. Она не движется. Она законсервировалась в консервной банке. Ни к чему мы не придем с этой точки зрения. Причин, конечно, всегда можно найти миллион. В этом нет никаких сомнений. Но, понимаете, тут ты не сдвинешься с мертвой точки. Вот в чем проблема. У меня как раз недавно был разговор с одной очень хорошей подружкой. Тоже русская, живет во Франции и работает в науке. Говорит мне недавно, Надя, ты знаешь, у меня тут предстоит конференция в Канаде. И я даже не знаю, ехать или нет. Я говорю, а что такое? Ну, знаешь, вот в современной обстановке, какое отношение к русским. И вот одна подруга недавно вернулась из Кембриджа в конференции. И говорит, ну, просто ужасное отношение к русским. Они как-то сами по себе кучкуются, тусуются. С ними разговаривать никто не хочет. И даже во время банкета за отдельным столиком. Ну, говорит, осталось только нашить желтые звезды и объявить их вне закона. И все. Ну, и, конечно, приятного мало, если такое будет. И мне подруга говорит, я бы не хотела в такой ситуации оказаться. Ну, не особо. Приятным. Я ей говорю, ещай. Вот ты увидишь. Во-первых, если будет плохо, но куда деваться? От жизни не спрячешься. Значит, будет у тебя очередной штрих к реальной жизни. А кто знает, а может быть наоборот, ты увидишь нечто, чего не ожидала. И вот буквально на днях она возвращается и рассказывает мне о своей поездке в Канаду. Говорит, Надя, я нисколько не жалею, что я поехала в эту поездку. И было абсолютно все противоположно всем моим опасениям. Был очень теплый прием. Люди очень высокого уровня. И видно, что они не мыслят вот так вот узколобо в лоб, что вот те плохие, те хорошие. Во-первых, она говорит, что я заметила, не было вообще вот такого сразу с места в карьер начать говорить о политике. Вот вы и такие, и сякие, а вот Путин, а то все. Вообще нет. К этой теме, если и подходили, то очень как бы осторожно и тактично. И даже в этой осторожной тактичности уже слышалось большое понимание серьезности и комплексности проблемы. Но и понимание позиции России и вот до такой степени. Так что, видите, бывают и такие приятные сюрпризы. Она мне говорит, что был тем не менее эпизод один противоположного толка. Я сейчас рассказывать не буду, чтобы не затянуть видео. Но она говорит, что этот единственный эпизод, хоть он был и неприятный, он не перебил общей, доброжелательной, такой глубоко понимающей атмосферы, которая царила. И она говорит, что она приехала с абсолютно теплыми чувствами назад. И вот говорит, что нисколько не жалею о том, что съездила. И я в очередной раз убедилась в том, что идти на контакт это лучше, чем его избегать. Не прятаться от жизни, не создавать вот себе врагов и не нагнетать себя изнутри. Вот, так что так. Автор коммента, кстати, я хочу сказать, как бы он себя почувствовал, если бы он приехал в какую-то другую страну, а к нему уже заранее, как к русскому, относились бы как-то негативно. Потому что русские, дескать, они такие. Я думаю, что он бы возмутился, как и любой нормальный человек. Поэтому не надо и самому как бы в такого превращаться. Кстати, в Европе очень важная фраза, постоянно звучит, постоянно звучит в жизни. Это часть философии жизни, не надо обобщать. Считается, что каким бы человек ни был, не надо его сходу судить по национальности, по цвету кожи и так далее. Ты его узнай, пообщайся, а потом говори о результатах своего общения. А не так, что заранее. Это и есть европейская толерантность. Я знаю, что для многих уже вот это слово толерантность, оно ассоциируется с меньшинствами, еще с чем-то. Но для меня, например, толерантность, это в том числе и нечто прекрасное, чему я научилась в Европе. И то, что я очень ценю в Европе. Мне никогда за все 20 лет и больше в Европе никто не сказал, ты русская, вали в Россию или понаехали. Тут нет этого. И вообще европейцы, он по-настоящему, он гораздо более способен слушать. Вы, конечно, говорите, тут у всех промытые мозги. Промытые мозги у всех, в любой стране, не надо заблуждаться. Но я хочу сказать, что европейцы, он более мягко относится к альтернативной точке зрения. Менее оголтело, менее упорото. Я имею в виду обыватель, мы не говорим сейчас о политике. Мы не говорим о политике и о каких-то вот таких направлениях, задающих мейнстрим. Мы говорим о повседневном общении. Европеец более способен выслушать другого и более способен вникнуть. И если он разочаруется в какой-то точке зрения, то у него тоже это произойдет более как-то спокойно и более ровно. Он начнет постепенно думать по-новому. Вот у русских людей, я сравниваю, у них более принято нетерпимо относиться к альтернативной точке зрения. Вот все сидеть, сидеть, сидеть в своем этом законсервированном статусе. У меня только правильная картина мира, а все остальное чушь. И вот когда уже такой человек вдруг разочаруется, то он точно так же оголтел и начнет кидаться со стенки на стенку в противоположную точку зрения. То есть из крайности в крайность. В Европе этого гораздо меньше, из крайности в крайность. Конечно, это есть и здесь, но я говорю в сравнении, в сравнении. И вот, кстати, сегодня по отношению к войне на Украине, по отношению ко всему, что происходит на Украине, вот эта оголтелая точка зрения и узколобое мышление, это как раз препятствие для разрешения конфликта. Я сразу вам сделаю анонс на свое следующее видео, которое я уже готовлю, если ничего не изменится. Это будет на тему, как закончить войну на Украине. И мы увидим, что здесь тоже есть вот такая узколобая точка зрения, дескать, сразу всех разделить на черных и белых и в одном только духе. При этом подливая, как говорится, масло в огонь войны. Но есть и, к счастью, более осмысленные, более глубокие точки зрения рассмотреть проблему с некой более глобальной перспективой, интересов, что за этим стоит, где ключ к разрешению проблемы. И вместо человеческих жертв подумать о возможном пересмотре системы каких-то глобальных изменений в политике, международной безопасности, вместо человеческих жертв может быть пожертвовать чем-то другим. Ну и последний коммент давайте. Он будет более такой общий, философский. Девушка пишет. Мы с подругой вот в детском саду хотели быть собаками. Было бы забавно, если бы родители разрешили нам быть собаками. Я так чувствую. Но это опять же из-под моего ЛГБТ-видео. Но мы выйдем из этих рамок. Да, вот с собаками действительно забавно. Но я тоже помню, что я когда была маленькой, мне в какие-то моменты хотелось быть мальчиком, хоть я ненавидела мальчишек. Но вот именно помню, когда соберусь на яблоню, например, вот мне прям так приятно от того, что я такая смелая, какая-то ловкая. Так вот какой-то мальчишеский дух мне был очень приятен. Понятно, что если бы над нами правильным образом поработали в тот момент, что эта девушка стала бы собакой, я бы стала мальчиком. Вообще все это можно в любом человеке найти. Какие-то такие моменты. Я думаю, моя идея состоит в том, что в каждом человеке в принципе есть все. От черта до бога. И очень многое зависит от общества, от семьи, от того, какие именно вот эти струнки своей души ты культивируешь. Что-то выйдет на передний план, что-то нет. Психологические эксперименты показывают, что можно на пустом месте буквально из человека определенными способами в нем возбудить ненависть, превратить его чуть ли не в фашиста. Это все было показано экспериментами. То есть за какие ты струнки зацепишь, те и вылезут на передний план. Конечно, есть люди более или менее устойчивые, есть люди более или менее подверженные манипуляции. Но в целом это так. В целом вот гамма всего того, что в нас заложено, она от минус бесконечности до плюс бесконечности. И то, что мы в себе будем культивировать, то и выйдет на передний план. Те же сторонники ЛГБТ говорят, вот гомосексуалисты есть в любом обществе, всегда так было, есть и будет. Вот даже Чайковский, например, ваш был гомосексуалистом. Да, это так. Мы в математике часто любим статистически мыслить в терминах распределения. В любом процессе есть какие-то типичные значения, есть хвосты, какой-то разброс, какие-то более редкие случаи. Конечно, всегда всё есть. Но если в обществе что-то пропагандируется, то в этом обществе этого будет больше. Если в обществе это не пропагандируется, этого будет меньше. Это не значит, что мы изменили человеческую природу или кого-то там задавили и ущемили. Просто это не выразится, это не выйдет на показ, а выйдут какие-то другие черты человека. Не его склонность к гомосексуализму, а его склонность, я не знаю почему, к пацифизму или к защите ближнего или так далее. То, что мы в нём в большей степени воспитаем. И я говорю как бы статистически. Конечно, отдельные случаи всегда есть, но есть и общий процесс. И второе, кстати, я не очень уверена, что Чайковский, например, себя бы нашёл вот в этой разрисованной, разнаряженной пёстрой толпе. Что он бы себя именно там комфортно чувствовал. Ой, наконец-то я встретил общество, где я себя могу почувствовать свободно. Но я думаю, что ему вот эта ЛГБТ-толпа была бы абсолютно чуждой. И я не уверена, что его гомосексуализм имеет что-то общее вот с тем, о чём говорят эти люди. Это совершенно две разные философии. И я не уверена, что он, как представитель вот этой толпы, написал бы свои музыкальные произведения-шедевры. Более того, я уверена, что этого бы не случилось, и он бы себя вот в этом обществе не почувствовал бы более свободным, а более счастливым. Я в этом просто уверена. Плюс, так сказать, страдания — это тоже в какой-то степени часть гения, часть опыта, часть таланта. Не обязательно всё так вот, как нам подают. Плюс, вот эти вот люди, которые ходят с разноцветными флажками, так это массово. Вы мне пишите в комментариях, ой, мы не думали, что это всё так массово и так ужасно. Большинство из этих людей, они совершенно не относятся к меньшинствам. Они просто их поддерживают. Просто они окрылены идеей о том, что никого не надо ущемлять, что каждый должен быть тем, кем хочет. И всё. Им наоборот. Им это прикольно, что есть такие, есть такие. Им очень это весело, что вот кто-то взял и почувствовал себя не мальчиком, а девочкой. Им прикольно, что, ой, у меня есть и такие экзотические знакомые. Ой, а у нас там... Это какие-то такие хайповые темы, которые привлекают внимание быстро, как-то ярко, броско. Вот и всё. А глубины там особо никакой нет. И, так сказать, то, что мы культивируем в обществе, то и вылезет на передний план. Это легко и просто. Это не значит, что какие-то нации плохие, вот они нацисты, другие нации хорошие, вот они пацифисты. Это тоже процесс массового влияния на сознание. Как в семье могут воспитать ребёнка с разными мировоззрениями, так же и общество накладывает свой отпечаток. И, как я уже говорю, в человеке есть всё. От самого плохого до самого хорошего. И наша задача себе, как бы выбрать человека такого, каким мы хотим быть, и культивировать в себе именно этого человека. К чему я хочу стремиться. И именно за эти струночки себя дёргать, чтобы именно эти качества в себе развивать, чтобы именно эти качества вышли на передний план. Стремиться к глубине, к доброте, к взаимопониманию, к чему-то такому. А не к тому, чтобы схватить дешёвый хайп. Хотелось бы тоже, чтобы каждый из нас задумался именно, каким я хочу быть. И вышел из этой зоны комфорта, где все поделены на чёрных и белых. Протянул руку другому, сделал первый шаг и показал бы свою адекватность. Даже противоположной стороне, которая, может быть, его не поняла бы. Это многообразие свойств, которые в нас заложены, это оно бесконечное. Вот такие мысли у меня есть. Немного обо всём. О том, как богата наша человеческая душа. И как много мы можем сделать сами, чтобы вытащить и развить в себе именно то, что мы считаем нужным. Так, ну мне не хочется долго читать мораль и учить всех жизни. Поэтому прощаюсь, пишите, что вы об этом думаете. Если понравилось пообщаться, подписывайтесь, рекомендуйте, лайкайте. Это всё очень важно, чтобы нас, единомышленников, было больше и больше. До новых скорых встреч. Пока.